Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале! Спасибо, что заглянули! У нас сегодня долгожданный мукбанг, который в последнее время выходит достаточно редко. Сегодня я хотела приготовить пиццу такую же, какая была у меня в детстве в столовой. Но, к сожалению, получилось немножко по-другому. Кто помнит тоже вот эти круглые пиццы, которые продавали в школьной столовой. Я их просто обожала и решила приготовить дома. По идее, такого же размера получилось, но как-то выглядит немножко по-другому. Но уверена, что тоже очень вкусно. И еще салат с крабовыми палочками, с рисом. Этот салат у меня ассоциируется с Новым годом и женой моего дяди. Она всегда готовила этот салат, я его очень любила. Так редко снимаю видео, что совсем не помню, рассказывала ли я вам про то, что я начала ходить в спортзал. Прямо с начала Нового года. Вы знаете, пока я не пропустила ни одно занятие. Ну как, не так уж много времени прошло, но все же. Хожу три раза в неделю. Вот в прошлый раз, когда я ходила в спортзал, я прям заставляла себя. Мне безумно это все не нравилось. Но теперь, не знаю почему, у меня такое какое-то странное ощущение после тренировки. Я вот оттренировалась. Искупалась, приняла душ. И у меня, знаете, вот заряд просто положительных эмоций. Я не знаю, я прям кайфую. Хотя все отговаривают меня ходить в зал. Когда я хожу в зал, я начинаю худеть. Я уже похудела на полтора килограмма. Надо ходить в зал, еще очень много есть. Но у меня в последнее время не особо с аппетитом. Поэтому я худею. И это жутко раздражает мою маму. Мама говорит, скоро вообще где-то там упадешь и останешься там лежать от изнеможения. Анорексия не за горами. Но мне нравится заниматься. Я прям вкладываю душу в это. Летом, когда я ходила в зал, в зале было очень много людей. Сейчас не так много. Хотя я хожу по вечерам. И в зале тоже девчонки мне говорят, что в принципе, зачем ты ходишь в зал? У тебя нормальная фигура. И как там это все демотивирует? Нету ни одного человека в моей жизни, который мне скажет, правильно делаешь, ходи в зал. Это классно, это здоровье. Я просто к лету хочу хорошую фигуру. Ну, чтобы на пляже стыдно не было. Да и вообще. Я постоянно дома. Сидячий образ жизни ни к чему хорошему это не привезет. Нужно добавлять в свою жизнь. Физическая активность. Три раза в неделю я хожу в спортзал. В те дни, когда я не иду в спортзал, я просто гуляю пешком. По идее, было бы круто каждое утро бегать. Но пока что 15-20 минут бегать. Пока что я не в состоянии. И тем более на улице холодно. Я как-то не представляю себе, как я буду бежать в запогах. Хотя можно и в кроссовках, но снег. Вот эти дни, когда было холодно, я поднималась на 16-й этаж и спускалась вниз. Или на 17-й, но до конца. Просто быстрая ходьба у меня. Единственное, что у меня не получается пока, что это восстановить режим. Я хочу каждый день вставать в одно и то же время и засыпать в одно и то же время. Какая вкусная пицца получилась. Это просто шедевр. Просто это не то, что я хотела. Мягенькое тесто, даже края. Смотрите, как я с удовольствием кушаю. Просто я хотела немножко другое. Так тоже очень вкусно. У меня была цель на 2023 год прочитать хотя бы одну книгу. И вы знаете, я прочитала. Вчера наконец-то дочитала. Я вам в инстаграме все это дело выкладывала. И все-таки просмотр фильмов и чтение книг это две разные вещи. Особенно я люблю именно бумажные книги, чтобы я их ощущала не в электронном виде. Хотя одну книгу я не могу найти. Никак. Придется мне скорее всего в электронном виде ее читать или просто распечатать. Можно ее распечатать. Вчера сходила в библиотеку. Ничего интересного нет в библиотеке. Она у нас абсолютно бесплатная. Просто нужно оставлять свой паспорт. А если мне паспорт нужен? Ну, в принципе, у меня есть права. Сходила я в местную библиотеку. Она раньше прям рядом с нашим домом была. Сейчас пару остановок надо поехать. И вы знаете, библиотеки не души. Плюс там книги на азербайджанском, английском и русском языке. Раздел с книгами на русском языке вообще небольшой. Все какое-то неинтересное. Надо, наверное, книги покупать. Или брать у племянницы. В принципе, сейчас я напишу, надо купить ридербук, скачивать книги и читать с удовольствием. Согласна. Но ощущение в руках, бумаги, книги, вот ты перелистываешь каждую страницу, это особый такой, знаете, вайб. Особенно, когда на улице там плохая погода, ты сидишь с чашечкой горячего кофе или чая. Сидишь, читаешь. Это невероятно круто. Но я не могу себе позволить, не знаю, целыми днями сидеть, просто читать, потому что у меня есть работа. Ну как работа? Когда я говорю работа, все почему-то ржут с меня, что типа ты рисуешь бумажные сюрпризы, ты считаешь это работой? Да, господа, я считаю, что это работа. Если ты выполняешь какие-то действия, за это тебе платят деньги, да, это работа. И петь на сцене, это тоже работа. Преподавать какой-то урок, это тоже работа. Товаро-денежное отношение. Почему-то каждый раз, когда я говорю, что это работа, все начинают в комментариях писать, да это не работа. Придумала себе. Если я предоставляю какие-то услуги и получаю денежное вознаграждение, следовательно, это работа. У меня с начала января, через день на бумажном канале выходит видео. На самом деле это огромный труд, не то, что я себя хвалю. На самом деле это так. Поэтому мне нужно свой день так распределить, чтобы я прям все успевала. Вчера чуть не сделала заказ Шейна. У Шейн появилась косметика, и мне безумно хочется ее попробовать. Потом я вспоминаю, что цель на 2023 год, там есть один пункт, за весь год сделать всего два заказа. и когда я об этом сказала в своем инстаграме, все мне написали, что Айка, ты что, с ума сошла? У тебя 100% не получится. Если мы очень сильно чего-то хотим, не важно чего, вот просто вы у себя в голове запрограммировали, что я это сделаю. И ты реально это сделаешь. Вселенная поможет тебе это сделать. Наверное, сегодня или завтра буду переделывать ноготочки. Даже не знаю, что сделать. Уже и Новый год прошел. Хочу что-то, знаете, такое необычное сделать. Может нарастить какие-то длинные ногти. Смотрю на девчонок. С такими длинными ногтями девчонки ходят. Для меня это просто максимум. Завтра еще мама уезжает в деревню. И все понятные дела. Домашние дела, готовка, уборка, все будет на мне. С длинными ногтями мне неудобно будет. Поэтому даже не знаю. Но знаете, с одной стороны, я рада, что мама уедет. Рада в каком плане? Я становлюсь более самостоятельной, когда мамы нет рядом. Когда уже все приготовлено, выпечка, убрано и так далее. У тебя уже нет мотивации делать это самой. Ну, когда у тебя есть необходимость, что тебе надо что-то приготовить, ты по-любому найдешь до этого время. Вот по-любому. Поэтому С одной стороны, хорошо. Мамы не будет. Якобы все по дому буду делать сама. Уже с подружкой запланировали, что она придет ко мне с ночевкой. Пицца получилась очень вкусная. Честно, не могу вам обещать, что мукбанки будут очень часто. Буду по возможности стараться снимать. Но сейчас я главный упор сделала на бумажный канал. Поэтому обязательно подписывайтесь на него. Если вы до сих пор не видели мое творчество, то переходите по ссылке внизу. Или просто в YouTube введите iKabum. Это очень залипательно, очень интересно и трудоемко. То есть, если сравнивать, сколько времени я трачу на мукбанки, на бумажный канал, где-то раза, наверное, в 10-15 больше уходит на бум-канал. Потому что это нужно все приготовить, отснять, распаковку, затем смонтировать и выложить. Это нарисовать до 20 часов. Поэтому, если вы до сих пор не видели мой бумажный канал, мне будет очень приятно, если вы заглянете и посмотрите. На этом все. Всех люблю. С вами была Айка. Пока!